Сегодня суд вынес переговор водителю Геленвагена Илья Сукару. За ходом этого резонансного дела следила вся страна. Перед Новым годом он стал виновником жуткого ДТП. Погибли три человека. Среди них актриса Шулпан Ельгизекова, а Илья Скар скрылся с места происшествия. Все это время в ходе процесса стороны спорили, был ли водитель пьян. Свидетели это утверждали, а вот экспертиза показала обратное. Все-таки какое же наказание понесет водитель Геленвагена, расскажет Аскар Мендебаев. Родственники обеих сторон, журналисты и представители общественности в ожидании приговора. Тесный зал районного суда еле вместил всех участников процесса. Камеры работают в режиме нон-стоп. На оглашение приговора ушло больше 30 минут. С учетом мнения потерпевших, просивших назначить наказание в максимальном виде 10 лет лишения свободы, Ну, с учетом смысловающего обстоятельства, назначить наказание в 10 лет лишения свободы. Председательствующий удалился. Представители сторон в оцепенении. Камер избегают всем. Такого приговора не ожидала ни одна сторона. Ведь прокурор запрашивал 8 лет. В итоге 10 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Илья Сакара также лишили водительских прав на 7 лет и назначили размер моральной компенсации 4 потерпевшим в 3 миллиона тенге каждому. Представители потерпевшей стороны ранее просили 10 миллионов. Просили 10 миллионов моральный вред, но вместо этого дали 3 миллиона. Суд вынес правильное решение во всех смыслах. Моральный вред разный всем. Максимально по этой статье вынесли приговор. Илья Аскар приговорен по нескольким статьям Уголовного кодекса. Управление транспортом, повлекший смерть двух и более лиц. А также оставление места ДТП. Отягчающим вину обстоятельством явилось и то, что виновный управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Этот факт все-таки доказали. 34-летний Илья Аскар совершил смертельное ДТП 29 декабря в центре Алматы. За этой историей следила вся страна. В резонансном ДТП перед Новым годом погибло 3 человека, среди которых известная казахстанская актриса. И еще один находится в больнице. Сегодня в районном суде Алматы суд вынес решение. Но, похоже, точку в этой истории пока ставить рано. А будете обжаловать, скажите? Еще не решили? Родственники Илья Сакара от общения с прессой наотрез отказываются. Но на вопрос, будут ли они обжаловать приговор, однозначного ответа не дали. Аскар Медыбаев, Думан Сулейменов, информбюро Алматы.